Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Мешает реклама? Мешает реклама? Мешает реклама? Чтобы она дальше не пошла, я решил, что нужно заехать на станцию техослуживания специализированную, где делают ремонт стекол и заранее сделать так, чтобы залить полимером, чтобы трещинка не пошла. Нужная процедура, нужная услуга, хорошее дело. И вот разговаривал сейчас с владельцем, пока там делают, нечего делать, общался с людьми и разговаривал с владельцем всего вот этого хозяйства. Спрашиваю, молодой мужчина лет сорок может быть, спрашиваю, как успехи, как бизнес развивается, как влияет кризис на бизнес. Он говорит, ты представляешь, раньше вот это все было мое, а сейчас вот эту половину отдал в аренду, отдал в аренду, вот ваш час, видите? Экспресс-доставка грузов, раньше они мне платили 3000 евро, сейчас в 4 раза меньше аренду платят. А мне нужно каждый месяц платить, ну какие-то невиданные цифры, он мне сказал, какие-то там десятку, он мне сказал, надо платить в гривнах, наверное, я подумал. Раньше, говорит, у меня главная специализация была, это тюнинг, то есть украшение автомобиля. И прежде всего аудиосистемы всякие разные, навороты на автомобиль, очередь была на 5-6 дней вперед, все расписано, и мы работали с утра до вечера. А сейчас все, вот тишина полная, рабочий день начал стать, полная тишина. И я говорю, ну так и что делать, как? Говорит, не знаю, вот, я говорю, а когда же ты отобьешь вложенные деньги, столько денег тут вложено, столько оборудования, столько всего. Он говорит, я взял в аренду у таксопарка это помещение, развалил здесь все эти развалюшки, сделал вот это все, вот это построил, все, что синим цветом, это с моими ребятами мы, говорит, сделали, вложил денег, инструменты в оборудование, в подъемники и в прочие разные, в мойки. И все, говорит, вопрос не идет о том, вопрос не стоит о том, чтобы отбить деньги. Вопрос не стоит, чтобы отбить деньги, вопрос стоит, чтобы выжить. Я говорю, подожди, не понял, как это? Он говорит, мне нужно просто заплатить аренду и что-нибудь поесть, а уже там все эти вложенные деньги, это уже все, об этом речи даже нет. Я говорю, да и что, может быть, проще бросить? Он говорит, я бросить не могу, я говорю, почему? Потому что я заложник всего этого. Если я брошу, то я вообще обанкрочусь. Я говорю, почему? А куда я все это дену, оборудование, которое я покупал? Я говорю, так продать. Он говорит, да кто же купит? Это все. Это если я свалю где-нибудь в гараже все это, это будет просто металлолом. Если сдать, то только на металлолом. Все это дорогостоящее оборудование, в том числе всякие сверла, всякие приспособления для того, чтобы выдавливать вмятины в кузове без покраски и без какой-то там особый способ. Это все это спецвсякие разные инструменты, материалы, все, что закуплено. Все вот эти огнетушители, все вот эти, это все просто на помойке. А ходоки, говорит, ходят каждый день. Экологи, налоговая, пожарники, милиционеры, да кого только нет. Просто, говорит, не знаю, в тисках. А вот там, говорит, у меня сосед, у него еще хуже ситуация. Он вообще 30-ку платит, он занимается кузовным ремонтом. Криком кричит. Я не к тому, что в упадке бизнес, связанный с ремонтом автомобиля. Нет, вовсе. Я просто к тому, что традиционный взгляд на то, как можно в бизнесе зарабатывать деньги, привычный всем, большинству, сегодня попахивает анахронизмом. Все это устарело. Я ему говорю, а ты знаешь, он спрашивает у меня, а что это у тебя за надпись на стекле? Я говорю, да у меня бизнес. Но, правда, в отличие от твоего, он тоже связан с автомобилями, в том числе я занимаюсь сбытом продуктов, которые позволяют обеспечить экономию топлива и улучшают характеристики двигателя, мощность там и так далее. Но, в отличие от тебя, у меня нет вложений. Несколько сотен долларов, вот все мои вложения, без всякого риска. Я развиваю сеть дилеров, которые занимаются продажей этих продуктов. И получается их оборота процентов. Третий месяц занимаюсь этим бизнесом. Первый месяц чистый доход 2000, второй месяц 4000. Третий месяц, посмотрим, наверное, 7 или 8. В 20 странах развивается бизнес. Вот это, вот как-то я говорю, приемлемо для меня. А вот то, что ты на себя вгромоздил, это нет. А как об этом узнать? Я говорю, а вон же сайт написан, зайди, посмотри. Вот он сейчас сидит за компьютером, смотрит мой сайт. Кто-то же должен помочь людям понять, что можно зарабатывать деньги по-другому. Не обязательно закупать на огромную сумму товары и замерклять их в своих магазинах. Не обязательно строить вот такие вот огромные помещения, которые потом превращаются в такую свалку, в чего-нибудь. И когда я сталкиваюсь с людьми, ведущими такой бизнес, мне часто многих жаль. Я знаю, что есть люди успешные, вложили деньги, наняли работников, обеспечили какой-то контроль. И, конечно, они сами не вкалывают. Но огромная масса, огромная масса народу, армия предпринимателей бьется в судорогах, пытаясь заработать вот обычным способом. И она даже не подозревает, огромная армия людей, что есть такой замечательный бизнес, как сетевод. Когда ты не несешь ответственности за те вещи, которые на них лежат тяжким грудом. Когда ты прозрачен для всяких контролеров, изнуряющих бизнесменов. Когда ты свободен в перемещении, не привязан к материальным средствам, городам, странам. Когда твой бизнес в интернете. Боже, какое счастье, что мы занимаемся этим. А всякие восклицания по поводу того, что я голос за кадром, как сказала одна женщина, ищет партнеров. А владелец такого автосервиса сам не работает, а получает деньги за работу специально обученных людей. То вот, пожалуйста, посмотрите вокруг непредвзятым взглядом и вы увидите. Это счастье, что на нашем пути с вами, все, кто занимается этим бизнесом, подвернулась такая возможность. Это наша удача, нужно ее максимально использовать. Если кто-то еще этого не понял, нужно поспешить, поторопиться. Удачи вам, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok